Значит, я повторю. Мы сейчас обсуждаем экзамен, последний экзамен, который состоится 21-го числа, и на этом экзамене он будет состоять из несостоявшихся квизов. У нас до какого-то числа, то есть последний экзамен у нас состоялся 10 дней назад примерно, да? Прошлый понедельник не было, а вот 10 дней назад эквиз был. И число эквизов, как мы выяснили, Сергей Александрович сказал, что у нас, оказывается, их было 9. Это довольно много эквизов было. Так вот, состоящиеся квизы, их на самом деле по количеству должно быть не будет 3, но тем не менее, поскольку там докладчиков больше, считайте, что 4. 4, даже 5, наверное, так? И вот эти квизы все вместе составят экзамен. То есть, ваши задачи, которые вы присылаете, они все идут на экзамен. Ну, наверное, мы там, я так думаю, что мы там с ними поработаем немножко, но если вы получите свою задачу, вам будет от этого бонус. Вот, вы на экзамене можете большая вероятность, чтобы вы получите свою задачу. Некоторые, ну, не нулевая вероятность, поскольку докладчиков много, но и задач будет немало. Вот, сколько раз, еще раз, сколько раз было на прошлом, кто помнит, сколько задач было на прошлом экзамене, на промежуточном? Вы помните? Кто-нибудь? 7, по-моему. Ну, вот, 7. Ну, примерно сейчас мы тоже так сделаем. Примерно, если мы сделаем 7, чтобы уже не мучиться, чтобы был точно такой же алгоритм выставления оценки. Вот, то есть там, насколько я помню, за 6 было 100%, правильно? За 6 было десятка. Правильно я понимаю, да, Сергей? Да, да, да. А 7, одна у нас последняя была со звездочкой, и полную за 5, мы ставили пятерку, правильно? Даже за 5. Ну, там у нас немножко хитрость, тем было оценивание, помните, там мы использовали в конце корень для сглаживания. А, да, да. Ну, короче, да, тогда мы ничего говорить не будем, это опять такое, это называется по-английски, называется curving. Самый интересный момент. Вообще говоря, в России это так не принято, там была какая-то совсем такая линейная задача, и балл соответственно, да, еще балл там. 5 задач, 5 баллов. Казач по баллу. Вот. Но я уделился, когда особенно, и связи с ЕГЭ, я не знаю, как ЕГЭ, но вообще говоря, вот в американском ЕГЭ, у них целая наука, как делать этот curving, по какой формуле пользоваться. Я не знаю про ЕГЭ конкретное, там SAT называется, но я знаю там про контрольные, которые, ну, типа, как Горано бывают такие, контрольные, и в России тоже бывают. Вот, значит, там мне больше всего поразило такой вариант, что когда 50% сразу дают, из 100, 50%, просто 50% и плюс какая-то сложная формула, линейная, нелинейная или корень. Нет, ты мне тут научил, поэтому корень сказал, что зачем делать такую линейную или, не дай бог, не дай бог, выпуклую функцию, когда можно сделать вогнутую. Потому что выпуклую функцию дает пользу тем, кто хорошо решает, а надо давать, наоборот, преимущество, ну, какое-то такое, чтобы были те, кто мало решает задачи. Ну, мы такого не сходим, но все это и забавное, забавное. Иногда я, иногда мне приходилось тратить там, я не знаю, по несколько часов, как-то мы один раз помощник, нам часа-полтора обсуждали, какую применить формулу. Ну, надо было посмотреть, потому что там была задача, какая-то была контрольная тяжелая, и экзамены будут тяжелые, поэтому мы там долго-долго занимались математическими изысканиями, чтобы распределение получилось хорошее. Ну, распределение, понятно, какое там идеальное распределение, скажем, треть пятерок там, треть, ну, я не знаю, оба сложнее, треть там девятки-десятки, может быть, еще треть. Сегодня у нас получается четыре доклада, это Лена Мирошниченко, Галлиудинов, Степан Шахкамалов, Артемий Павлюков, правильно? Извините, я Шахкамалов, если что. Извините, да, Шахкамалов. Окей, то есть вот четыре докладчика на сегодня. А я еще просился на сегодня. Ой, извините, да, и Глеб Красильевич точно, да-да-да, все, пардон. А вот еще Вова Уткин тоже вроде как сегодня. Пять, сейчас, секунду. Нет, ну, сейчас это уже многовато, нет? Это уже многовато, да. А сейчас расскажите, окей, просто вот Глеб Красильевич, он точно говорил, что только десятого может. А тех, кто из сегодняшнего дня, можно кого-то на понедельник доставить? Ну что, пять еще туда-сюда, шесть уже все-таки многовато. Ну, я могу перенестись на понедельник. Это Уткин Владимир. Это Уткин Владимир, да, я вам писал на почту, но письмо не пришло по каким-то техническим причинам. А, понятно. Я вам отвечал, что да, могу выступить десятого. Окей, ну, давайте вы тогда в понедельник будете. Хорошо? Хорошо. Отлично, все. Ну, значит, тогда у нас получается пять раз, Уткин. Значит, смотрите, смотрите теперь, что мы должны сделать. Вы, во-первых, очень важно теперь, ваши задачи стали очень важны, поскольку они уйдут на экзамен. Вы продумайте, и, может быть, дайте нам тоже выбор, и чтобы мы поиграли с задачами, с цифрами поигрались. Ну, по крайней мере, давайте три задачи поставим в основном минимуме, правильно? Вот. И дальше мы, это раз. Во-вторых, все ваши должны быть выложены, все ваши довольно понедельник уже должны быть выложены все, правильно? Чтобы дать неделю на подготовку. Все-таки это серьезный экзамен уже, и оценка уже у него большая. Это как пять квизов на самом деле. Правильно? Пять? Сколько там? Двадцать процентов? Нет. Ну, как пять квизов, да, примерно. Как пять квизов. Как половина. Ну, не важно. Как десять квизов на самом деле. Оценка. То есть у него как бы выше этот самый, получается. Так что, пожалуйста, отмечитесь к этому очень серьезно. И это все-таки это самое. А мы тогда еще в понедельник обсудим, что делать вот с этими самыми. Как вот, как будет происходить, как будет точно происходить после последних концов. Ну, давайте, давайте начинаем, чем уже время, время скучно. Первое, ну, вроде у меня первое на списку. Лена Мирошниченко, ну, смотрите, там. А, ну да, потому что это как раз последние лекции из Данилова, точно да. Лена, вы слышите нас, да? Здравствуйте, меня слышно или нет? Слышно. Слышно, хорошо, слышно. Так, хорошо, сейчас и тогда. Ой, а я не могу демонстрировать экран. Сейчас, один момент. Сейчас. Это нужно сделать. Сделать, сделать. Сейчас, секунду. Наверное, allow to multi-pin. А сейчас попробуйте. Сейчас. Нет, не могу. Так, давайте так. Давайте просто сделаем мой ко-хост. А сейчас? Да, могу. Отлично. Так, хорошо. Ты еще. О, она запустилась. Видно, да? Я буду рассказывать про вектор Шекли по лекции 23 из Данилова. Значит, ну, собственно, до начала логичные вопросы. Зачем нам вот эта вот замечательная вещь? Вроде бы у нас какие-то решения уже были и что-то получалось. Но вот были неприятности с этими решениями. В частности, к примеру, там, ядра может не быть, а оно может быть очень большое. И как-то нам, ну, гораздо приятнее, когда у нас есть какое-то решение, которое есть всегда, и более того, оно одно. Но у нас не возникает такого, что у нас очень много, и никто не говорится. Но, конечно, на самом деле самое главное, что оно одно. Ну, что оно есть всегда. Вот. И рассматривать этот вектор Шекли мы будем для игр с побочными платежами, соответственно. Вот. Ну, и, значит, рассматриваем игру с побочными платежами В. Это значит, что мы рассматриваем, как бы, отображение из множества всех подмножеств нашего основного множества. И там каждое подмножество, каждая коалиция имеет у нас свою цену. Вот. И если у нас игра супермодулярная, соответственно, то мы можем взять и каждому упорядочиванию игроков сопоставить делёж такой, что у нас... Делёж такой, что у нас игрок с номером И получает... Ну, игрок Тауитый с номером И получает, соответственно, полезность... Так. А, ну, полезность в том смысле, что чтобы он внёс в коалицию, если... Ну, вот у нас, представляем, что у нас есть комната, в которой по очереди туда заходят игроки. И вот Тауитый, игрок Тауитый, он заходит и там. И, соответственно, он получает столько, сколько прибавится в некотором смысле к коалиции, если он войдёт. Ну, соответственно, вот то, что прибавляется, это может быть отрицательное число. Он может быть отрицательно полезным и не очень приятным. Ну, и тогда, если мы рассматриваем выпуклые игры, у нас оказывается, что наши дележи вообще-то лежат в ядре, грозуют его крайние точки, и вообще их центр тяжести, заданный по вот такой вот формуле, он тоже лежит внутри ядра. И, как бы, действительно, в некотором смысле это такое справедливое довольно распределение. Оно, там, как бы, центр тяжести границы, и оно тоже вполне предыдущим рассматривалось как что-то справедливое. Вот. Ну и вроде как оно более-менее тогда получается с понятием ядра такое решение как будто бы согласовано. Вот. После этого мы тогда задаем этот виткашепль для вообще любых игр. Мы берем и говорим, что если у нас есть игра В, то мы можем построить вот такую вот сумму. Это значит что? Это значит, что мы берем и рассматриваем всевозможные упорядочивания игроков, говорим, что каждое упорядочивание, все упорядочивания равновероятны. И дальше смотрим на такое, соответственно, на мат-ожидание того, какова же будет стоимость в итоге. Вот. А, ну и, соответственно, для конкретного игрока она означает явно мат-ожидание его выигрыша. Конкретно. Да, я не совсем то сказала. Вот. Сейчас. А хтау это все-таки для конкретного игрока, правильно, да? Нет, хтау это как раз не для конкретного игрока, это вектор. Сейчас. Хтау оно вот тут, да. Да. У нас получали... Каждому упорядочиванию игроков сопоставляется дележ хтау такой, что игрок с номером и получает полезность как выражено. То есть хтау это дележ. Вот. То есть мы берем как это, да, понятно. Ну, понятно. Для этого можно посмотреть тогда на вектор Шепли по координатам, как будто бы. То есть на значение для каждого. Ну да, по координатам это и будет конкретная игра, правильно? То есть по координатам это будет подождение для игрока. Да, и тогда мы можем посчитать другую формулу. Вот она, собственно, и берется. Она считается... А, это тоже самое. Это, вы знаете, вот хтау это какие-то крайние, правильно так понимаю? Какие-то крайние точки мы просто берем вот усреднение. Как бы решение таких. Это крайние точки в случае ядра. Ну, в общем, в случае, наверное, это тоже что-то такое. Не, наверное, геометрический какой-то геометрический. Не, я примерно представлю, что они геометрический представляют собой, да. Тогда продолжайте, продолжайте. Да, хорошо. Больше не перебивай, отключай. Хтау это та полезность, которая получается, если игроки приходят в соответствии с порядком тау. Это же имеется в виду. Да, ну, в сути, да. Ну, это не совсем... Сейчас, это же не совсем полезность. Это просто... Полезность, в смысле, что это распределение полезности для каждого игрока. То есть, там, каждая координата вектора... Ну, окей, да, да. Ну, формально вот все написано, правильно? Смотрите, здесь просто явно в виде формулы. Вот. Так что, значит, есть такое решение. Хорошо, давайте. Так. Сейчас. Сейчас. Вот. И дальше посмотрим тогда на свойства вот этого замечательного вектора Шепли. То есть, вроде как мы нашли, что мы его можем всегда посчитать. Он у нас получится. И он как-то там был сопоставлен с ветров, вроде бы. Вот. Тогда рассматриваем исходную игру как функцию множеств, которая каждому под множеству сопоставляет какое-то число. Вот. Замечаем следующие факты. Во-первых, вектор Шепли преобразует эти функции множеств в аддитивные. Ну, то есть, как бы, такие, что их можно брать и складывать. Вот. Дальше. Это свойство называется эффективность правила. Ну, то есть, потому что вектор Шепли – это, получается, такое правило, сопоставляющее каждой функции множество аддитивную. Так вот, эффективность правила говорит, что у нас сумма всех координат вот этого нашего вектора Шепли равна полезности коалиции из всех игроков. И это тоже в целом хорошо, ну, потому что это действительно является тогда распределением. Но добавочно отметим, что, ну, как бы, да, это является распределением, если это, если есть… Иногда оно, вот как у нас раньше было, лежало в ядре, но у нас получается, что, в общем случае, вообще-то вектор Шепли в ядре лежать не обязан. Ну, во-первых, ядра может просто не быть, и тогда он не будет лежать в ядре. А, во-вторых, ну, как бы, в принципе, если ядро есть, не во всех случаях вектор Шепли будет лежать внутри, если игра достаточно неприятная. А, ну, наверное, просто в случае условной невыпуклой игры будет что-нибудь… Да, но я хотел сказать, для выпуклой игры, наверное, всё-таки лежит. Для выпуклой игры как раз лежит. Вот мы до этого рассматривали, что вот выпуклая игра, всё хорошо, а в случае невыпуклой как-то, может быть, не так весело. И не всегда вектор Шепли индивидуально рациональный. Но то иногда, если то. Вот, а дальше, на самом деле, пойдут как раз, кажется… А, ну нет, эффективность – это уже одна из таких важных свойств. Вот, ну ладно, пока что не об этом. Так вот, следующее свойство – это симметричность или анонимность правила, что нам не важно, как зовут нашего игрока в некотором смысле. Нам важно просто, сколько он вносит. Если у нас игроки одинаковым образом ведут себя как будто бы, то мы их не различаем. Мы как бы не даём им ничего, кому-то больше, кому-то меньше, просто потому что… То есть в некотором смысле это такая справедливость, что каждого судим по тому, как он себя ведёт в этой игре, как он вносит. Дальше есть линейность правила, что если мы берём сумму двух игр, то у них… Ну, то есть сумма векторов Шепли, вектор Шепли – сумма двух игр. И там, если мы игру домножаем на число, потому что мы рассматриваем это как функцию в данном случае. Ну и, в принципе, можно же построить какую-нибудь игру, просто домножая выигрыши на коэффициентик. Вот. Ну и тоже как-то хорошо получается. Вот. И следующее свойство, которое тоже уже имеет отношение напрямую к такому… к нашему понятию о том, что это решение в каком-то смысле справедливое. Нулевая полезность болванов. Болваном называется игрок, который для любой коалиции, он в неё вообще ничего не вносит, просто ноль. Ну и, соответственно, из-за того, как наша формула выглядит, наш болван, если он в нашей игре находится, вектор Шепли ему просто сопоставляет ноль, и он ничего не получает. Вот. А, ну и в связи с этим можно определить носитель игры. Носитель игры – это в некотором смысле, ну вот, то множество, которое имеет для нас какое-то значение, которое не будет нулевым. Ну, то есть все элементы без болванов. Ну и, как бы, самое важное подмножество игры, потому что болванов, ну, их можно в сторонке поставить и сказать, ну, они там есть, но нам не очень важно, что с ними происходит. Вот. Но следующий, ещё более замечательный факт. Помимо того, что вот мы написали вот эти вот замечательные свойства, вектор Шепли можно определять по-другому. Его можно взять и определить четырьмя последними свойствами. То есть вот существует, ну, соответственно, теорема Шепли, которая говорит, что существует единственная вот эта вот f, удовлетворяющая вот этим вот четырём условиям, и вот эта вот самая f задаётся нашей формулой. Ну, то есть существует единственная такая функция, и более того, эта функция – это наша функция, которую мы уже построили. Сейчас, ну, в некотором смысле функция, понятно. Линейный оператор, получается. Ну, и там первое свойство – это что у нас отображение f – это линейный оператор, который будет нам сопоставлять… как его? Игре он будет сопоставлять вот этот вот вектор. И дальше свойство симметричности как раз, что нам неважно, как зовут игрока, нулевой полезности болванов и эффективности, то есть что сумма координат равна полезности коалиции из всех. Вот. Ну, и значит, дальше можно провести какой-то примерно чуть сокращённый наброс доказательства того, что это теорема, а не того, что… Вот. Ну, понятно, что нам можно проверить единственность, потому что мы понимаем, что вектор шепки удовлетворяет этим условием, значит, он как бы существует, потому что мы можем просто конкретное числовое значение предъявить. Вот. Ну, для того, чтобы проверить единственность, можно определить базис в пространстве игр. То есть что мы для этого сделаем? Мы каждой непустой коалиции с S сопоставим игру, в которой полезность коалиции, в которую входит S, это единичка, а полезность всех остальных коалиций – это нолик. Ну, понятно, что это в некотором смысле будет вести себя как базис. Можно проверить, что эти игры линейно независимы, и их ровно 2 в n и минус 1. Ну, и на самом деле, более того, там не так уж сложно провести разложение игры в любой по этому базису. Вот. Оставим это пока что… Так, сейчас. А, я, наверное… Кажется, я не записала, что, собственно, стоит под знаком суммирования. Это, конечно, упущение. Могу ли я это быстро изобразить? Ну, можно попробовать просто анноты и просто карандашом там подписать. Или… Сейчас. Это просто надо точнее вспомнить. Ладно, это более-менее понятно. Значит, просто… Вы только не забудьте потом это сделать. Да, перед тем, что мы на сайте повесим точно правильно. Это ничего здесь страшного, понятно. Вот у вас эта сумма есть слева, поэтому что тут такое… А, ну там, это какая-то мера. Нет, она определяется. Да, 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 она определяется. Между прочим, понятно, что происходит. Обратите внимание, что у вас стоит 2 в степени минус 1. Это множество всех подможеств отнять минус пустой множество. И бывает, они это, грубо говоря… Вот смотрите, что у вас происходит. У вас есть… Вы берете индивидуальные, потом парами, там, тройками и так далее. Это просто множество всех подможеств. По этому делу… Я вообще геометрически себе хорошо представляю, что это такое. Но… И спасибо за это, за ваше, что вы это рассказываете. Но прибьется всем остальным. Это правильно я понимаю, что вы взяли последнюю главу УШЭП, 24-ю, последнюю главу Данилова, и вот… Что это там написано? Правильно я понимаю, да? Это 23-я. 23-я, еще 24-я будет. Есть еще 24-я, да. Она дальше куда-то… Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Ничего страшного. Придется… Вам хорошо то, что… Хорошо то, что… К экзамену все ее разберут. Ваш доклад и, соответственно, главу Данилова. Продолжайте. Продолжайте. Хорошо, ну, собственно, дальше… Вот я допишу потом… Да-да-да, конечно, да. Меру. Вот. Но теперь, так как мы вот взяли и нашли какой-то базис в этом пространстве, можно проверять единственность вообще-то только на этих базисных играх. Потому что на всех остальных единственность спокойно подтянется. Вот. Но тогда, ну, мы просто посмотрим на это все, на то, что нам Вектор Шекли говорит в базисной игре. И вот тут у нас, получается, все игроки, которые лежат в S, они не болваны. А все, кто не в S, они болваны. И ничего как бы не получают. А все игроки из S, очевидным образом, равноценны. мы можем… Ну, там просто вот эта вот, собственно, симметричность нам тут важна. И они получают поровну от общей стоимости коалиции из всех игроков. Ну, и тут нам важна эффективность игры. Как раз. Ну, а это то, что мы и хотели. Вот. Хорошо. Ну, и дальше можно рассмотреть одну игру как пример такой относительно. Ну, игра называется помещик и батраки. Или батраки. Так, ладно, да. Надо не зависать над удалениями. Игра как устроена. У нас есть помещик, который далее будет обозначаться игроком под номером 0. И N-1 батрак. И вот если помещик нанимает K батраков, то он получает от урожая доход, который выражается некоторой функцией F от K. И часть из этого дохода уходит к батракам. А батраки, они не могут получать доход сами по себе. И поэтому, как бы, в некотором смысле, они вынуждены работать на помещика. Так вот, тогда у нас получается игра с побочными платежами вот такого вот вида. Что полезность коалиции K равняется 0, если у нас помещика в этой коалиции нет. И равняется F от мощности множества K минус 1, если помещик в коалиции присутствует. Вот. Ну и хотим посчитать вектор Шепли для данной игры таким-нибудь образом. Ну, это на самом деле он будет зависеть от функции. Но, как хоть какая-то иллюстрация. Так, да. Вот это вот дробь я тоже поправлю в какой-нибудь момент. Ну, это 1 на n, я так понимаю, да? Ну, да, это 1 на n. Просто, похоже, я забыла эти... Ну, понятно, сделать что-то. Нет, вы сделали обратный слэш. Забыли поставить. Вот и все. А, может так, да. Ну, так вот. Для начала рассматриваем помещика. Ну, для помещика, потому что он такой один, а батраки, они все одинаковые в некотором смысле. Ну, понятно, типа они по симметричности взаимозаменяемы. И они будут получать одинаково. А как бы помещик, он у нас такой один, он получает какую-то, возможно, свою. Сейчас. А тут вопрос только... Я же правильно понимаю, что, когда говорится, что батраки получают от сбора урожая часть, то эта часть, она фиксирована в том смысле, что если было k или 2k человек, то все равно ему идет, грубо говоря, 10%. то есть вот эта доля, она не зависит от k. Сейчас. Вот. Я не уверена, что вообще эта доля хоть как-то фиксирована. По-моему, возможно, это как раз игра, где это какой-то... Ну, грубо говоря. А, ну, в смысле, это игра с побочными платежами. Нет, это я понимаю. Просто грубо говоря, вот давайте представим, что у нас есть f от единички, и что, например, если только был один помещик, один батрак, то по каким-то причинам вообще делится поровну. 50% одному, 50% другому. А, например, если двое, то вот эта часть, она существенно падает. Например, батраки получат только 10%. Тогда, грубо говоря, просто невыгодно увеличивать количество батраков с точки зрения батраков. То есть, вот, когда говорится фраза части, с которыми выходит батракам, то вроде эта часть, ну, грубо говоря, там всегда 30% от заработанного. Или как? Или нет? То есть, f от единички. Мне кажется, что как раз за счет того, что мы же рассматриваем игру с побочными платежами, а игра с побочными платежами, она обычно хороша тем, что мы как будто бы можем ресурс, который получается коалиции, потом перераспределять каким-то образом. Ну, и говорить, что он там может быть как-то перераспределиться. Ну, то есть, мне кажется, как раз идея в том, что не фиксировано то, сколько уходит батрака. Я имею в виду в процентах, как доля. Ну, мне кажется, не фиксирован процент. Тоже не фиксирован, да? Ну, хорошо. А что тут фиксирован, да? На самом деле, получается, единственное, кто батракам все равно становится, да? Если линейный, например. То есть, там ничего сразу не происходит. Просто помещик будет получать больше. Получается, что тем больше батраков. Правильно я понимаю, когда фиксируем? То есть, грубо говоря, если батракам все равно, то тогда просто мы... А батракам все равно. Единственное, кто выигрывает. Тогда очевидно, что надо взять просто всех, грубо говоря, нанесить. Ну, то есть, вот эта часть здесь не определяется, да? Вот доля. Не, ну, вроде бы она не задана. Эф-отказа задана. Эф-отказа задана, да. Эф-отказа задана, но сколько батракам достается, по-моему, не определено. Ну, потому что как-то... То есть, не понял. Значит, они получают оба части. Дальше они все получают поровну. Там же написано один на Н. Или что? Сейчас, но они получают... Они получают поровну от шефа. Я так понимаю. То есть, имеется в виду, что полученный доход поменьше поровну делится батраками? Это какая-то демократия? не-не-не-не-не-не-не-не-не. Он не должен поровну. Не-не-не-не-не-не. Сейчас, значит, вот еще раз, наняли Ка-Быграков, правильно? Значит, получили доход Ф от Ка. Значит, как он дальше делится между помещиками? Это случайным образом. Скорее, мне кажется, идея в том, что помещик при нанятии быграков должен как раз им сделать какое-то предложение в духе «Нанимайтесь ко мне, вам достанется вот такое-то количество денег, если вас будет столько-то». Мне кажется, тут достаточно в общем виде нужно рассматривать, и что этот дележ может быть разным. Как-то меня смущает немножко такая вероятность. Вообще говоря, в жизни так и происходит. Когда он вот так приходит, он… А, ну у них урожай непонятно какой, правильно я так понимаю, из-за этого? Когда приходит, у него какая-то фиксированная сумма. Он говорит, я получаю вот столько. Нет, здесь же все относительно. Он получает часть урожая, он не получает там, как бы, такой константы. То есть, все зависит. Ф от К – это относительно такой константы. Правильно я понимаю, да? Наверное, ну типа, Ф от К – это загадочное нечто. От сбора, вот это написано у вас, я читаю дословно. Ф от К – это К бытраков получает от сбора урожая. Такой доход, Ф от К. То есть, это процент какой-то. Сейчас. Подождите, а где это написано? Третья строка, вторая, третья строка. Третья строка, сверху. Нет, помещик, наняв К бытраков, получает от сбора урожая доход Ф от К. И после этого часть из этого дохода идет на платный доход. А, да, нет, 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 это помещик. Да, то есть, это какой-то, каким-то образом этот доход делится на помещика и бытраков. Каким образом, мне кажется, ну то есть, это тоже в зависимости от. Понятно, что помещику, наверное, хотелось бы побольше. Батакам тоже хотелось бы. Лена, у меня такая просьба, вы тоже посмотрите. Вот все-таки у вас доклад, он уже непростой. Это уже такая пошла. Это Шеппи, все-таки вы не знаете, что Шеппи – это Ноглевский уряд, между прочим. Он не поэту получил, он получил там за работу, как в прошлый раз рассказывал, за работу вместе с Гейлом. Но это, он совершенно нетривиальный, так и был, нетривиальный как математика, имею в виду, Шеппи. Он, например, буквально два года назад, а Ноглевскую премию был в 2012 году, в 2012 году, 8 лет назад. Так что разберитесь вот с этим, чтобы было, чтобы облегчить задачу для ребят, для того, чтобы подготовки контроля. Тут, может быть, еще один слайдик добавьте. Просто вот те вопросы, которые прозвучали, вы их напишите, пожалуйста. А, те вопросы, чтобы, когда читаются условия, чтобы не возникало их, да? Да, вот, ну, потому что так, ну, хотя бы, что это было однозначно, а не какие-то такие вот. Хорошо, ну, да, окей, тут, наверное, не совсем приятно, что используется слово «часть, из которого уходит битракан», потому что то ли это какая-то фиксированная часть каким-то образом, то ли нет. Вы взяли тоже из Данилова, да, этот пример? Да, пример я тоже брала из Данилова. Не знаю, потому что, наверное, его приводили как что-то хорошее. А я еще проще, вот, смотрите, вы сейчас разберитесь, вот, сегодня, да, и еще и как задачку дайте. Пусть не только вы, но еще пусть все разберутся, в конце концов. Да, и вы, кстати говоря, еще забыли мы сказать, что 28-го, скорее всего, будет день еще, еще одно у нас будет фиксированное время, это понедельник, и мы еще можем устроить разбор полетов, то есть мы еще можем устроить обсуждение контрольное, и каждый может еще и сказать что-нибудь интересное. Вот это будет завершающий день. Я не знаю, там, надеюсь, что с другими экзаменами не будет пересекаться, но вроде бы Сергей Александрович сказал, что там за нами этот день записан. У вас все, да, Лена? Ну, вот тут, соответственно, мы, типа, считали вектор Шепли, как раз в случае, что там какая часть уходит к бытракам, мы, как бы, не обращаем внимания. Ну, и мы считаем координату для помещика, потому что он, там, в вероятности одна, она заходит на шаги К и начинает, как будто бы, приносить коалиции какую-то пользу. Ну, а значения для бытраков вычисляются через значения для помещика за счет свойств вектора Шепли, как раз. Ну, и, да, дальше, наверное, все. Спасибо большое. Может быть, я просто даже, чтобы совсем было ясно, если вы добавите еще один слайд, может быть, там вообще просто конкретный F, если есть такой, наверное, возможно, чтобы было совсем уже кристально ясно. Да, без конкретного F, возможно, типа, ну, не так, не очень красиво получается. А так спасибо, потому что я примерно там знаю, что такое вот это караслема ККМС, которую я, может быть, упомянул, а уже не помню. Вот, это ККМ, а С – это Шепли. Это работа 1973 года, как раз вот его знаменитая работа. И это все связано, то, что сейчас вы рассказываете, это все связано. Это вот один из его вкладов. Все, наверное, спасибо, давайте следующий. Хорошо, спасибо. Так, хорошо. Так, следующий вроде я. Дамир, правильно? Да, да, да. Сейчас один момент, уже я вам делаю просто попрост. Отлично. Нет, пока ничего не появилось. Лен, подумайте, может быть, три доклада вот так вот, ой, три задачки, четыре. В общем, подумайте, потому что у вас… Попробуйте еще раз, Дамир, должно было появиться. Да, да. Появилось? Да, загружается. Все видно. Да, прекрасно все, да, запускайте. Ага, ну, моя тема – это механизмы группового выбора. Вообще, чтобы поговорить о том, что такое механизм группового выбора, давайте рассмотрим ситуацию. Предположим, что группа агентов N должна выбрать один из элементов некоторого фиксированного заданного множества альтернатив А. Вот, и пусть выбор будет зависеть от предпочтений агентов относительно А, но также и от процедуры, то есть какого-то правила выбора. Вот, как раз-таки вот это вот правило выбора и есть механизм группового выбора. Вот, и если говорить формально, то механизм при данных N и A – это вот такое вот отображение. Ну, вообще, механизмы – это объекты, очень близкие к играм, и можно их спутать с играми, но у них есть некоторые различия. Вот. Ну, я забыл сказать, что здесь множество S-итые называются множествами сообщений или стратегии участника I, а само отображение F – функции исхода. Ну, и как работает механизм? Участники посылают какие-то сообщения S-итые, принадлежащие вот как раз-таки множеству сообщений, и механизм выдает одну отобранную альтернативу – F от S-M. Вот. Ну, вообще, что недостает механизму, чтобы быть игрой? Недостает предпочтения и полезностей. Если задать профиль предпочтений или профиль полезностей, то мы получаем игру в нормальной форме. Вот. Поэтому можно сказать, что механизм – это материальная часть игры или правила игры просто-напросто. Соответственно, игру можно задать как механизм, определив, как агенты относятся к выигрышам других. Не знаю, там, они могут быть альтруистами или могут быть завистниками и так далее. И как они относятся к лотереям. Также пример механизмов – это аукционы и всяческие голосования, выборы, чего-либо. Больше всего механизмы напоминают байсовые игры с сообщениями. Также механизмы, в которых стратегические множества состоят из всех допустимых данных игрой предпочтений, называются прямыми. То есть, когда у игроков полный список предпочтений есть, то это прямой механизм. Давайте рассмотрим следующий пример. Вообще, чтобы… Один из самых важнейших вопросов о работе механизма – это вопрос о его предсказуемости. Дело в том, что довольно часто приходится конструировать механизмы с какими-то заданными свойствами. Например, чтобы механизм всегда выдавал парето-оптимальные исходы. Но для этого нужно знать, каков будет исход. Только после этого имеет смысл обсуждать достоинства этого исхода. Ну и вот на этом примере это можно будет увидеть. Пусть рассмотрим следующую игру. Значит, два игрока, первый и второй, выбирают из четырех альтернатив одну. Значит, альтернативы – это x, y, z и t. И вот это их предпочтение. И выборы происходят по следующим правилам. Правило называется правило борда или борда. Не знаю, на какой слог ударение ставить. Участники ранжируют кандидатов, и в зависимости от места в этом ранжировании каждый кандидат получает баллы. За последнее место – ноль очков, за предпоследнее – одну очку и так далее. Вот. И победителем объявляется кандидат с наибольшей суммой баллов. Вот. В нашей ситуации больше всего очков набирают кандидаты x и y. То есть они делят первое место. И первый игрок, чтобы уменьшить шансы у y и увеличить шансы у x, врет и говорит, что его предпочтения на самом деле не такие, как указанные в таблице, а вот такие вот. Вот. И в таком случае выигрывает x. Но с другой стороны, второй игрок тоже может солгать. И он может сказать, что его предпочтения тоже не такие, как в таблице, а на самом деле вот такие. И если он это скажет, а первый не будет говорить, не будет лгать, то выигрывает y. Но если они оба солгут, то на самом деле выигрывает z. И это плохо, потому что этот вариант не парэта оптимален. и вообще очень трудно сказать, что происходит на самом деле, потому что при правильном поведении все хорошо, а если они лгут, то все плохо. Ну, и вообще практически имеется только один случай, когда с большей вероятностью можно предсказать некоперативный исход. Это когда у каждого игрока есть доминирующая стратегия. Вот. Ну, и давайте рассмотрим вот такой вот вид механизмов, который называется доминанно-стратегическим. Это такие механизмы, в которых для любых предпочтений участников в игре вот с такой вот нормальной формой существует равновесие в доминирующих стратегиях. Ну, вообще, на первый взгляд может показаться, что такое редко бывает, потому что, во-первых, у всех игроков будет доминирующая стратегия, да еще и при любых предпочтениях. Ну, конечно, здесь надо сделать несколько пояснений. Во-первых, не любой взятый наугад механизм будет являться доминанно-стратегическим, и, во-вторых, он встречается крайне редко. Вот. Ну. Извините, Дамир, можно на секунду вас прервать? Да, да, да. Я просто полез посмотреть, куда точно встается ударение. Смотрите, метод Борда, значит, это система голосования, предложенная в 1770 году. Жан-Шарлин де Борда с целью более тщательного учета предпочтений выборщиков в условиях множества кандидатов широко используется в современности. Вот. Это из Википедии. Ладно, извините. Хорошо, спасибо. Ну, и мы рассмотрим сейчас несколько случаев с доминанно-стратегическими механизмами. Давайте введем еще одно определение. рассмотрим прямой механизм. Напомню, что это механизм, в котором множество, стратегически множество состоит из всех предпочтений. Вот рассмотрим этот прямой механизм, и он будет называться неманипулируемым, если для любых предпочтений соответствующая правдивая стратегия является доминирующей. И по принципу выявления, который гласит, что если есть доминантно-стратегический механизм F, то существует и прямой неманипулируемый механизм, эквивалентный в некотором смысле исходному. Можно сказать, что давайте просто будем рассматривать только прямые неманипулируемые механизмы, потому что другие случаи мы просто можем свести к этому. Ну, и тут как раз-таки возникает несколько случаев, которые мы можем рассмотреть. Например, случай одного участника. При одном участнике существует довольно много неманипулируемых механизмов, и более того, можно дать полное описание этих механизмов. Давайте зафиксируем некоторое подмножество Z в множестве A, и определим наш механизм вот такой формулы, где R это предпочтение агента. То есть механизм что делает? Он отбирает наилучшую альтернативу в подмножестве Z, и мы игнорируем вопросы существования и не единственности максимальных элементов в этом случае. Давайте скажем так. Ну, и понятно, что это неманипулируемый механизм, и что любой случай одного участника выглядит так. При сообщение одного участника его называют однобоким или диктаторским. Теперь давайте рассмотрим случай двух альтернатив. Тут тоже существует много таких механизмов. Ну, простейшее из них это правило простого большинства. Вот. Это чем-то похоже на наш пример, который мы рассматривали, где каждый из участников отмечает наилучшую альтернативу для себя и побеждает та, которая наберет наибольшее число голосов. Вот. И это правило можно всяческими способами модифицировать. Ну, например, решением участников добавить разный вес. То есть решение одного участника гораздо важнее, чем решение какого-то другого. Ну, можно всякие другие правила придумывать. Ну, а что в случае трех и большего числа альтернатив? Ну, сейчас речь идет, напоминаю, о неманипулируемых системах голосования. И довольно давно было замечено, что все известные системы голосования, ну, например, там, вот правила большого большинства, правила борда, там, многокруговые выборы и тому подобное, оставляли возможности для манипулирования. В 1973 году Гиберт превратил это наблюдение в строгий результат. А именно он сформулировал и доказал следующую теорему. пусть для простоты А конечное множество, а Ро множество всех слабых порядков на А. Если F это вот такое отображение, и это неманипулируемый механизм, то F либо однобокий, либо образ F состоит из двух элементов. Иначе говоря, если мы допускаем любые предпочтения, и если мы отбрасываем малоинтересные диктаторские дипольные механизмы, то всегда встретится такая ситуация, когда некоторому участнику будет выгодно соврать, исказить свои предпочтения. Этот результат очень похож на самом деле на знаменитую теорему Эру, о выборах, которая удовлетворяет некоторым диктаторским правилам группового отбора. И вот как раз таки в чем заключается выход из этой теоремы. Он заключается в том, что нам надо либо вообще отказаться от универсальных механизмов, либо ограничить круг их применения. Ну, я рассмотрю одно из таких ограничений, более экономическое. Это так называемый механизм Кларка Гроуса. для этого опять давайте рассмотрим ситуацию. Допустим, мы находимся в ситуации трансферабельной полезности, то есть имеются какие-то деньги Т, которые линейно входят в функцию полезности и которые можно передавать друг к другу. Вот. В такой ситуации давайте считать сообщениями участников следующие функции. Это денежные оценки исходов из множества А. В таком случае прямой механизм перерабатывает профиль оценок вот таких вот в такой вот исход, где А это общественная альтернатива, а ТАИТы это денежные платежи соответствующему участнику И. Пусть ВАИТы это сообщение участника И. И пусть вот это вот это та альтернатива, на которых достигает максимума суммарная полезность. Тогда наш механизм отбирает альтернативу вот эту вот и назначает участнику следующий денежный трансфер. Ну или иначе говоря, денежные выплаты участнику равны выигрышу всех остальных от принятия проекта. И вместе с натуральной частью полезности ВАИТы со звездочкой игрок получает вот следующую денежную часть. Ну на этом как бы заканчивается доказательство неманипулируемости, потому что стирается различие между личным и групповым интересом, и участнику невыгодно начинать манипулировать, что-то врать и что-то придумывать. Но у этого механизма есть ряд достоинств и недостатков. Ну, достоинство, как я уже сказал, это, во-первых, неманипулируемость, значит, предсказуемость, а во-вторых, механизм отбирает исходы А со звездочкой, которые максимизируют суммарную оценку группы. Но у него есть недостаток, и недостаток заключается в его финансовой несбалансированности. Ну, во-первых, очень много денег нужно, чтобы выплачивать каждому соответственные дивиденды, и, во-вторых, мы хотим, чтобы суммарные трансферы равнялись нулю. Они не равны нулю, они равны вот этому. Где V это суммарная оценка альтернатив как раз-таки всеми участниками групп. Но мы можем решить эту проблему, мы можем к денежным выплатам без ущерба для неманипулируемости прибавлять выражения вот такого вида, которые не зависят сообщения от сообщения игрока. И таким образом более общий выбор трансферов будет следующим. Механизм такого вида называется механизмом Гроуса. И можно показать, что любой неманипулируемый механизм является на самом деле механизмом Гроуса. также подбирая те или иные корректирующие добавки ошитые, можно пытаться строить какие-то дополнительные свойства у этого механизма. Также интересный способ корректировки денежных трансферов предложил Кларк. Его идея в том, что участник безразличный к общественным альтернативам не получает и не платит денег. В общем случае он платит за тот ущерб для остальных, который он наносит своим воздействием. И таким образом теиты всегда неположительны при механизме Кларка. А налогом облагаются лишь все участники, которые активно влияют на выбор. Ну, так называемые ключевые участники, у него там они и так называются. Нужно отметить, наверное, что этот излишек денег, он не должен распределяться между остальными участниками, иначе это просто нарушило неманипулируемость. И этот излишек, он должен выбрасываться куда-то, сжигаться, утопляться, съедаться кем-то. Но этот механизм Кларка, он тоже финансово не сбалансирован, но в минимальной степени. Ну, и наверное, это все, что я хотел рассказать про механизмы. Вот. Так, ну, во-первых, вопрос у меня. Это чем вы пользуетесь? Это что, это последняя глава, да? Да, да, это последняя. Обязательно ставьте ссылки. Еще у вас интересный доклад такой, но он просто понятно, что там глава большая, да, такая? Да, 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 глава большая. Ну, да, я это вам, они последние тяжелые и такие. Поэтому даже спасибо большое, что вы должны помочь, но у вас такая немножко странная, вы когда озвучили предпоследний слайд, вот, вы говорили там кого-то Стокс или еще кого-то вы называли какую-то фамилию, да? Кларк. Кларк, да, извините, Кларк. А вы там, у вас никаких следов-то нет? Ну, это просто такое интересное дополнение, на самом деле. Не, ну, если бы разобрать. Хорошо, я его добавлю, само собой. Включите туда хотя бы это самое, да. Если нужно, я его добавлю. Да, и вообще совсем было бы хорошо, поскольку у вас все-таки есть лекции, да, там, может быть, я не знаю, может быть, страницы показать. Потому что, вот, представьте себе, вот человек готовится к экзамену, да, он хочет решить ваш задач, который вы предложите. На самом деле, извините, что перебиваю, на самом деле, тут-то очень много общего с лекциями Данилова. Нет, я понимаю, вот, но сколько там страниц? У вас там, я не знаю, у вас всего 12 слайдов, и то там последний слайд, ну, считайте, там 10 слайдов, так? Вот, а сколько там, сколько там страниц? А? Шесть. Шесть страниц, так, плотного текста. Ну, человеку тяжело читать, а у вас на слайдах, вот поэтому помогите. помогите студентам. Иначе он, ну, через, трудно через такие тексты пробиваться, на самом деле. Сколько времени потратим на доклад, чтобы готовили? Ну, несколько дней потратил. Вот, вот. Не могут, не могут потратить несколько дней. Если они будут на каждый, на каждый такой вопрос будут готовить несколько дней, там, ну, скажем, более у вас три задачи, да? Еще есть разница, что не попадется в ваши задачи. Вот. Понятно, поэтому максимально. Да, я понимаю, что это последняя лекция, они там просумировали. Хотя, я вот не очень понимаю, там такой-такой, математики-то, по-моему, не стоит за это никакой такой большой, да? В отличие от предыдущих. Вот за этой лекцией, да, скорее просто рассказывается, что такое механизмы и всякие интересные случаи разбирались. Потому что и доказательство там я что-то как-то не увидел там какой-то, вы же пытались рассказать доказательство, да, там в какой-то момент. Вот это вот. Ну да, я когда рассказывал про механизмы. Там что-то как-то я не увидел никакой такой особый. Понятно. Ну, там просто я так понимаю, что это как раз из той серии, когда важно задачку поставить, а не дело не в математике, которая за этим стоит. Ну, такой. Хорошо, ну, спасибо. Все, значит, мы-то с этим, с Данилом покончили. Давайте. Спасибо. Хорошо. Так, тогда следующий, видимо, Степан. Правильно? Да, мне как-то тоже надо дождаться, пока мне демонстрацию экрана зашарят. Да, да, сейчас. Сделал. Так, вот вроде бы это оно. Картинка появилась, да, сейчас, секунду? Да. Отлично. Я, собственно, буду рассказывать как раз про ККМС-теорему и всякие различные там смежные с ней штуки. Вот, ну, то есть начну я довольно издалека, нам потребуется там ввести некоторую конструкцию, некоторое определение для того, чтобы у нас там потом все это сложилось. Вот, ну, для начала пусть у нас КА это некий симплексальный комплекс, вот, ну, и ВЕРТО от КА это множество вершин, вот, ну, тогда введем определение раскраски этих вершин, это у нас будет просто отображение ИР большое из множества вершин в множество чисел от 1 до n. Ну, множество чисел от 1 до n это как-то не очень интересно, поэтому давайте вместо него рассмотрим n-1 мерный симплекс, ну, у которого вершины это там концы базисных векторов ВРН, например. и таким образом у нас получается, да, да, да. Пардон, на секунду перебью, просто возможно, что кому-то из студентов не встречалось все-таки про симплициальный комплекс, ну, скажите пару слов, чтобы было понятно. Ну, по сути, насколько я это понимаю, это просто какая-то конструкция, которая собрана из различных размер, ну, симплексов разных размерностей, то есть, по сути, как такой конструктор, то есть, понимать это можно так, в принципе. Ну, да, то есть, вот как в этой самой, как в Леми Шпернера, помните, значит, треугольничек разбивался на треугольники, вот грубо говоря, здесь, если у вас из этих самых симплексов сделана такая конструкция, как из кубиков, грубо говоря, где кубики, это вот эти вот самые симплексы, вот единственное ограничение, значит, которое заключается в том, что они должны, если они пересекаются по грани, то они целиком пересекаются по этой грани, они не могут пересекаться по кусочкам с переграни. Да, это да. Да, ну, то есть, теперь мы хотим Спасибо, это важное замечание, я думаю, что на самом деле все-таки у вас, наверное, было где-нибудь, даже какой-то курс есть, типология какой-то начальной, вот. Там, например, может быть, вот, например, треугольничек, да, полный, треугольничек, а еще к нему там, например, еще какое-нибудь ребро из вершины торчит. Главное условие, что любые два симплекса либо не пересекаются, либо пересекаются по симплексу, прям целиком по симплексу. Ну, по симплексу меньшей размерности. По симплексу меньшей размерности, все. По-моему, больше ничего там не нужно. Окей, ну, то есть, теперь мы просто вместо множества вот этих вот чисел от одного даем хотим рассмотреть симплекс обычный. Уже не комплекс, а просто симплекс. Вот. Ну, и таким образом у нас наша L, на нем можно думать как о отображении из множества вершин нашего комплекса в Rn. Да, кстати говоря, вот еще что важно, по-моему, если я не ошибаюсь, здесь не нужно никаких нам этих симплециальных комплексов. Достаточно рассмотреть просто какую-нибудь вот, триангулировать. Ну, это в принципе, да, это в принципе мы в дальнейшем хотим для триангуляции смотреть просто. Видимо, я так понимаю, что это как обобщение такое просто идет. Вот. то есть мы задали, по сути, наше отображение FL, которое у нас наша раскраска L порождается. Оно у нас бьет из вершин нашего K в пространство Rn. Вот. Но у нас помимо вершин в K есть еще какие-то точки, ну, давайте попробуем FL на них продолжить. Вот. Ну, то есть мы знаем, что это у нас специальный комплект, значит, каждая его точка P, она должна лежать в каком-то симплексе. Ну, то есть там, пусть у него вершины U0, U1 и так далее, UK. Вот. Тут K у нас не обязательно равно N, то есть он может быть какой-то меньшей размерности. Вот. Но если мы знаем, что у нас точка P лежит внутри вот этого симплекса, значит, мы можем рассмотреть, вроде бы это называется, брицентрические координаты этой точки. Вот. То есть, по сути, что это значит? Это значит, что наша точка представляется как линейная комбинация этих актеров и 0, UK. То есть у нас P можно представить как вот такую вот сумму, как здесь написано. Вот. Ну, значит, функцию FL от P можно как раз определить по сути по линейности вот таким вот образом. А я правильно помню, что там выделяется симплекс, грубо говоря, минимальной размерности? Потому что она может лежать в грани, так сказать, трехмерной, а может на ребре. Ну, да, да, конечно. Ну, если она лежит в ребре какого-то симплекса, то у нас получается, когда мы рассмотрим брицентрические координаты, у нас просто вот координаты по вот этой оставшейся ну, оставшейся вершине, которая в этой плоскости не лежит, она все равно занулится. Поэтому, в принципе, насколько я понимаю, ну, не критично. Да, 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 так и есть. Так и есть. Все правильно вы говорите. Абсолютно правильно. Ну, то есть, как раз... Она попадает, куда эта точка попадает, на какую-то грань, да, то, соответственно, только эти вершины участвуют. Да, да, да. Вот. Ну, соответственно, тут можно заметить такой факт, что если у нас в КА нету симплексов, в которых присутствуют все n цветов, то как раз вот в силу вот этого факта у нас наша точка попадет на границу дельта минус 1. Потому что хотя бы по одной из вершин, то есть у нас нету хотя бы одного из цветов, значит, по вершине соответствующей этому цвету у нас координата будет нулевая. Вот. Но тут мы хотим сказать, что у нас, в принципе, граница вот этого нашего дельта n минус 1, она гомеоморф на n минус 2 мерной сфере. Вот. Поэтому мы можем, в принципе, определить вот такой вот гомотопический класс, как здесь написано. Вот. Ну, то есть, он у нас там в дальнейшем обычно обозначается как миоотель. Вот. То есть, это просто у нас гомотопический класс вот этого отображения F от L, который мы построили как отображение из K в S, видимо, n минус 2 там должно быть. минус 2, конечно. Да, конечно. Вот. Ну, теперь попробуем вот эту нашу конструкцию еще расширить. То есть, пусть у нас есть какое-то множество V большое, это какой-то набор n-мерных векторов. Не забудьте, а то для... Да, 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 конечно. Да, окей. То есть, пусть у нас есть V, это набор наших векторов Vrn, но через C малое от V будем обозначать его центр масс. Ну, то есть, пусть у нас там есть какая-нибудь реангуляция T. Вот. Ну, для... Ну, то есть, пусть у нас есть какое-то открытое покрытие этой реангуляции. Пусть оно будет у нас U1, Um. Вот. Ну, у нас для открытого покрытия можно построить соответствующее ему разбиение единицы. Я не знаю, возможно, следует напомнить, что такое разбиение единицы. Вот. Ну, это набор таких функций F1, Fm как раз, что каждая из них, во-первых, лежит от нуля до единицы, во-вторых, ее носитель полностью содержится в одном из множеств нашего покрытия. Вот. Ну, и в случае, если у нас покрытие не счетно, то для каждой точки не более чем счетное количество вот этих FI в ней не зануляются, и, соответственно, сумма ряда вот этих вот FI, которые не занулились, в этой точке равна единице. Ну, окей. Тогда в таком случае вот у нас есть наше разбиение единицы FI, тогда мы можем опять же построить вот такое вот отображение RO, которое будет просто суммой FI в точке X умножить на вектор VIT. Вот. Ну, теперь заметим такой факт, который мы в дальнейшем там используем, что если у нас наш центр масс CV не лежит в образе точки X, то мы, по сути, можем определить вот это вот отображение F, которое у нас уже будет бить в N-1 мерную окружность. Вот. Ну, и далее там вроде мы замечаем, что у нас гомотопический класс вот этого отображения F не зависит от FI. Вот. Я тут этот факт в принципе не доказываю. Вот. Но это так. Поэтому мы будем обозначать его как mu от U и V. теперь ведем еще там несколько определений. Во-первых, ведем определение сбалансированного множества. Вроде оно у нас уже упоминалось в одном из предыдущих докладов. Но пусть у нас есть какое-то индексное множество и большое, и какое-то множество точек в Rn в AID. Тогда у нас не пустое подмножество β вложенное в I. Мы будем называть сбалансированным относительно вот этого нашего набора V. Если у нас существует набор весов λi, таких, что их сумма единица, и что у нас Cv можно представить как линейную комбинацию λi умножить на Vi. И главное, не отрицательно. Да, конечно. Ну, то есть это по сути вот как раз у нас и формулируется как вроде уже упоминалось на прошлой лекции. То есть это значит, что у нас... Она упоминалась, но она там была на самом деле спрятана. Ну да, да, да. Вот. То есть тут мы хотим сказать, что... Здесь это очень простой геометрический смысл, но там никакого геометрического смысла нет, они пытались ошибиться, пытался как-то комбинаторно объяснить. Да, там, насколько я знаю, есть еще какое-то определение через какие-то взвешивания подмножеств, но на мой взгляд вот штука понятнее получается. То есть тут, да, если мысли там в геометрических терминах, то это просто значит, что у нас центр масс cv лежит в выпуклой оболочке точек v и d. Вот. Ну, ведем еще два определения. То есть первое, что у нас пара пространств x, а таких, что а вложен в x принадлежит классу e, p, n, если непрерывное отображение f, из пространства am sn, которое у нас, у которого гомотопический класс не 0, не может быть продолжено до непрерывного отображения со всего объемлющего пространства x на sn. И следующее определение, которое мы хотим дать, это то, что у нас покрытие s называется не 0-гомотопичным, если пересечение ситых пусто, и, соответственно, вот у нас вот mu от s, которое мы ранее для линера равно 0у в классе отображений из t в s n-2. Теперь, собственно, уже приблизимся к самой ККМС-теореме, для этого докажем некоторое утверждение, через которое мы потом уже будем ее доказывать. пусть у нас есть множество v векторов v1 и так далее, vm из rn. Я подозреваю, что v тут должны быть маленькие, но это вроде тоже непринципиально. Ну и, соответственно, у нас есть a, которое является подпространством x таким, что у нас эта пара x, a принадлежит классу e, p, n-1. И пусть у нас f это покрытие x, а s его ограничение на a, ну и оно не нульгомотопично. Тогда получается у нас в нашем вот этом индексном множестве и m, это индексы наших точек, соответственно, и индексы наших f. Тогда у нас существует сбалансированное подмножество b, такое, что у нас пересечение всех f, которые соответствуют этому индексному подмножеству, оно не пусто. Но тут, кстати, для понимания, наверное, стоит сказать такой факт, что например, если мы в качестве нашего множества v возьмем вершины симплекса, то у нас единственное сбалансированное подмножество, которое там будет, это будет только само множество v, то есть сбалансированных подмножеств меньших у него не будет. Ну понятно, почему, потому что у нас тогда просто любая линейная комбинация вот этих вот соответствующих точек, она будет лежать в какой-то гранях, то есть будет лежать на его границе и там центр тяжести туда точно не попадет. Вернемся, собственно, к доказательству вот этого факта. Это, кстати говоря, это будет просто обычный cv, она не попала в образ пространства x при вот этом нашем отображении raw, которое мы там строили. Вот при этом отображении. Тогда получается, что мы можем определить вот эту нашу функцию f, которая у нас как раз будет бить в sn-1. Но тогда получается, что у нас тогда мы получили просто расширение нашего отображения f, s, v, которое у нас сбило из a в sn-1. То есть мы получили противоречие с тем, что у нас наша пара x, a, она принадлежит классу e по n-1. Ну, то есть таким образом мы доказали вот это утверждение. Вот теперь будем его, ну, будем смотреть, как его можно применить. То есть, во-первых, через него можно доказать в принципе саму вот эту лему как ам. Вот в некотором обобщенном виде. Вот, то есть пусть у нас v это набор точек v1, vm в пространстве rn. Вот, соответственно, f1, fm это покрытие шара bk, которая не нульмантопична на границе. Вот, тогда получается у нас в индексном множестве существует сбалансированное относительно v под множество такое, что его пересечение не пусто. Вот, ну, тут для того, чтобы получить обычную KKM-лему, надо просто, как я уже и говорил, взять в качестве множества v вершины симплекса и там, в принципе, в точности она и получится. Вот, также теперь посмотрим на KKMS-теорему. тоже, в принципе, в какой-то степени является там обобщением KKM-лема. Вот, ну, то есть пусть у нас есть набор K, это все не пустые подмножества уже в нашем индексном множестве. То есть мы уже смотрим не на само индексное множество, а на множество всех его подмножит. вот, ну, и у нас дан Дельта-K это камерный симплекс с вершинами X1, XK плюс 1. X тут, видимо, должно быть маленькое тоже. Вот, ну, и в качестве, ну, и наше множество как раз точек V, это будет множество точек V-сигма, таких, ну, которые у нас как раз индексированы вот этими сигмами, которые принадлежат K. Вот, то есть это центры тяжести наборов вершин. Какой ужас на самом деле, да, вот. Да, конструкция, конечно. Сейчас Лена, Лена, между прочим, она пыталась что-то похожее рассказывать, да, на комбинаторном языке. Это еще изложение, тут как-то более-менее там, геометрически излагал. Но сама вышибли, я несколько, много раз читал вот эту вот его теорему, да, я неспособен забыл, я понял, что неспособен запомнить. Вот это геометрически, вот, так что я так сегодня удивлен вообще, меня так удивило, то, что вы с этим разобрались, но продолжайте, ладно. Ну, да, окей, так, ну и теперь у нас есть покрытие C, которое тоже у нас проиндексировано вот этими сигмами, это покрытие нашего симплекса. И при этом мы знаем, что у нас G вложено вот в эту нашу ИК плюс первое. И, то есть, если, ну, то есть, точнее, как у нас для любого G вложенного в ИК плюс первое, у нас соответствующий симплекс дельта G, он должен быть покрыт набором C, которые соответствуют тоже по индексу вот этому G. Вот. Ну, как-то вот так вот звучит сама теорема, ну и в таком случае мы можем найти сбалансированное относительно V подмножество в K, то есть такое, что у нас пересечение всех вот этих вот множеств покрытия C, оно будет не пусто. Ну, и, например, в качестве такого еще, например, упражнения для домашки, наверное, я думаю, можно отсюда вывести обобщение лимбатакера. Вот, то есть если у нас есть тоже наш набор V, ну, возьмем просто плюс-минус концы базисных векторов Rn. Вот, то есть у нас такой получится набор из 2N-векторов. И, соответственно, у нас есть какое-то ненульгомотопичное на границе покрытие шара BK. Вот, тогда существует такое И, что пересечение F-итова и R-итова не пусто. Вот, ну, и, в частности, если у нас покрытие антиподально симметрично на границе шара, то у нас как бы существует такое И, что F-итов и F-итов тоже как бы имеют непустое пересечение. Вот, ну, тут для доказательства можно заметить, что у нас любое сбалансированное множество, если оно содержит элемент И, то оно точно должно содержать элемент минус И. Вот, ну, собственно, вот это вот я бы как раз дал бы в качестве, наверное, домашней задачи, потому что это, в принципе, не очень сложно, но полезно для понимания вообще, что такое сбалансированное множество. Вот, ну, на этом вроде как все у меня. Ну, спасибо большое. Ну, я не ожидал, что вы будете рассказывать эту работу до моих. Это все-таки, с одной стороны, она появилась из-за того, что я не понимал, не мог запомнить никак, как АМС, да, и просто пытался найти геометрическое. С другой стороны, она написана не совсем для, то есть, я не знаю, как вы понимаете экономисты, но мы, мы, никак не понимаем. А у нас слишком большие общности, там вот это пространство ЕП, там Элленберг, это кошмар. Я просто, так, во-первых, Сергей, давайте дадим Степану сразу пять баллов, то есть, он не сорок процентов, там, не четыре, а четыре с половиной, так? Вот. Просто, я не знаю, как он разобрался, честно говоря, я самому тяжело когда я смотрю этот текст, недолго не смотрю. Но, во-вторых, конечно, нельзя давать задачи отсюда. Нет, но у меня есть, в принципе, идеи задач каких-то более простых, то есть, я думаю, пара задач на сбалансированное множество какие-нибудь. Во-первых, как раз про вот эти пары и еще какой-нибудь. Значит, этот текст, пусть он лежит, пусть он лежит, но его, как бы, сейчас вот представьте себе, вот сейчас заставить кого-то студента, студентов вот решать задачи, разбирать, он просто потратит день, непонятно зачем, и еще через через несколько часов после экзамена он просто выкнет из головы и забудет навсегда. Поэтому, значит, ну, я не знаю, вот, да, во-первых, про сбалансированный поднос, это, конечно, интересно, и я даже, кстати говоря, предлагал когда-то такую тему курсовую, она абсолютно элементарно, вот еще раз, всем, что такое сбалансированное подносство, есть любое множество точек в пространстве, любое, там, любое множество, так, значит, называется, набор точек называется сбалансированным, если вы, кросс-политопом. Кубавовичка стадирует центр масс этого множества. Совсем просто. И вот он как раз вот только что рассказывал, Тепан, про вот эту клемму Такера, это просто клемма Такера, это называется, ну, например, октайдр, да, или там квадрат, такой двумерный квадрат, в трехмементарном пространстве это октайдр, а так дальше называется кросс-политоп. Вот у вас эти плюс-минус базис, называется кросс-политоп, вообще говоря, в геометрии. Так вот, у него, у этого множества, у него единственное сбалансированное подможество, есть такие пара антипадамент, то есть, ЕИТа и минус ЕИТа. И поэтому от этого возникает клемма Такера. То есть, просто можно описать. Ну, например, для Кубы уже нетривиально. Я, например, для Кубы так, у меня есть какое-то такое обоснование, но я так и не смог. Вот. И это вот имеет прямое отношение, я даже знаю, есть даже математика, математика, которой занимались только теми подношенными, которые есть у самого Шепли, которые появились. И у Шепли было легко, потому что, я уже, по-моему, рассказывал, что был такой выдающийся тополог Соломон Летшинс, его учеником был Такер. Вот. А ученики Такера как раз это все эти вот люди, которые создали теория Игоря, это Джон Нэш, Дэвид Гейл и вот Лет Шепли. То есть они, на самом деле, в мире такое хорошее топологическое образование, и для них это все было легко, причем там уже понижающе было, потому что он сам Лешинс был такой очень-очень-очень известный тополог, он, конечно, все очень красиво, теорема, у меня неподвиженных точках есть, которые обобщают там все, что можно, так, там гомология. Значит, я не знаю, и что, вот давайте попробуем, я не знаю, конечно, можно сформулировать, просто, просто заставить дать какую-то задачу прямо напрямую, вот этот текст лучше не трогай, да, вот просто прямую, 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 формулировку ККМС, не знаю, может быть, ККМ, ККМС, подумать, я что-то, честно говоря, там сейчас как-то... А у нас разве не было на эту задачу вот еще ККМ была, в первой половине курса? ККМ была? В принципе, да. Вот. На ККМ было, да. ККМ это было, конечно, там оно просто, оно используется, это просто вот то, что Ксения рассказывает, это просто есть, и есть там использование, там должна цветная в каком-то смысле была такая, вот. Не знаю, не знаю, есть какие-то идеи, какие-то задачки отсюда выбрать? Ну да, про сбалансирование, потому что может, тогда вы должны написать какой-то текст соответствующий, определение и задачки. Ну да, потому что иначе может быть не совсем будет понятно. Там это все просто, да. Почему бы нет, то есть ввести пару определения, а потом задачи, например. Да. И, ну я не знаю, можно, конечно, задать какую-то такую, сформулируйте как МС, значит, у человека хотя бы кому-то попадется, он откроет, откроет Википедию, будет тупо смотреть, там она элементарно, там ничего нету, кроме, кроме вот, я говорю, что сегодня она была фактически там как-то в Википедии вот до Квартирена. Вот. Ну какие-то, а здесь вот просто вся разница в том, что оказывается теорему можно перфомулировать на том языке. Если вам не лениво, то возьмите отдельно, вот это все уберите, а просто перфомулируйте, вот у вас, как МС оригинальный, да, а вот теперь перфомулировка на этом языке через сбалансированный подносится. Там тоже такое слово есть, эти сбалансированные. Да, там сбалансированные, но они просто там вроде по-другому определены, как раз через вот эти подмножества взвешенные, если я правильно помню. Я просто для всех, вот еще раз, он как-то был озвучен, значит, что такое, что-то, какое множество использует Шеплер. Вот он берет, ну скажем, давайте трехмерный вариант. У нас есть тетрайдер, так? Значит, у тетрайдера есть вершина. Дальше мы добавляем середины ребер и добавляем середины грани. У него четыре грани, у Ситра. Это вот получается такое множество из каких-то элементов. Значит, четыре, восемь, да, и шесть. Правильно я понимаю? Значит, середины, середины ребер шесть, так? Вершин четыре и еще середины грани. Вот. И это, да, значит, и вот это вот множество берем мы теперь и говорим, что у него центр тетрайш у него будет, естественно, лежать в середине. В середине этого тетрайдера. Вот. И мы теперь надо вот, собственно, все сбалансированные подножства, это такие, которые содержат вот этот вот центр. Ну, например, надо взять вершину и середину, середину грани противоположной. Конечно, он содержит центр тяжести. Ну, или там, не знаю, там еще, там есть еще несколько. Весь, все четыре вершины все содержит вот уже множество и так далее. Так что вот это вот то, что в этом случае можно разобраться. Это вот, я повторяю еще раз, это то, что Шепли, он не был скрыт. Я буквально позавчера у меня там было в Питере был такой, ну, делал доклад, вот как раз мы обсуждали про то, что там человек тоже сказал, что он тоже долго не понимает, не понимает теорему Шепли, ну, верень не то, что не понимает, а не может запомнить. Вот только а такой, когда, ну, такой-то он понимает. Ну, красота. Ну, не знаю, просто попробуйте, мы-то еще вам попробуем надбавим. Да, Сергей? О, Сергей. Да, да, Я просто говорю, что вот у меня такое замешательство, что делать с задачами по этому поводу. Вот, мое предложение, все-таки возьмите тогда формулировку, формулировку, а, вот как сделать. Значит, вот эту формулировку, например, такая. Вот я придумал одну одну. Значит, показать, что эти две формулировки, эквивалентны. Вот это, через это, теоремка ККМС, так, и вот та теоремка. Ну, то есть, это, по сути, ну, то есть, это же эквивалентность просто определения вот этих сбалансированных подможеств. Ну, да, да, и число, и... надо так формулировать, вот с одной стороны, да, и да. Ну, это некое упражнение, не так. Ну, конечно, это элементарно. Это все, ну, да, в принципе, можно. Я не знаю, как в цехле думал, может, он так и думал, но почему-то, почему-то он, наверное, не хотел экономистам долго рассказывать про, рассказывать, что такое симплекс, они, конечно, их слов-то... Хотя нет, они выучили, сейчас у них вообще они это используют. Я видел эти статьи, они же используют понятие симплексов. Они, правда, явно в виде пишут симплексов. Сейчас у меня нет времени, это я буду сказать, как они определяют симплексы, это просто довольно забавно. Хорошо. Хорошо тогда. Значит, в общем, попробуйте, если у вас будет вопрос, мы в понедельник обсудим. Слушайте, у меня просто предложение, может быть, мы тогда вот Глеба Корсевича еще послушаем, а все-таки Артемия Павлюкова тоже оставим на понедельник, чтобы в понедельник тоже было 4, а то так довольно поздновато. Давайте, давайте. Давайте? Артемий, нормально? Ну, у меня не очень длинный доклад, на самом деле, но, ну, можно. У вас Терема Кокутани все-таки отличная заступка. Не, ну, все-таки давайте на свежую голову, Терема Кокутани такая влажная, давайте. а сейчас тогда Глеб, да? Давайте, да. Так, сейчас. Я уже ко-хост? Да. Сейчас. Должна появиться на экране, да? Да, да. прекрасно. Значит, мой доклад уже строится на другой книге, эта книга посвящена эволюционной теории игр. Ну, на самом деле, сейчас не столь важно, что именно изучает эволюционная теория игр, в отличие от обычной теории игр, потому что, насколько я понимаю, мой доклад и доклады всех остальных людей, которые успеют рассказать что-то в этой книге, они будут посвящены скорее не предмету изучения теории, эволюционной теории игр, а предмету, а некоторым аспектам, которые вот нужны дополнительные, там, про игры, про игры 2 на 2, про равновесие Нэша, о чем я буду сейчас рассказывать, которые потом используются в дальнейшем коррестовании. Ну, собственно, я буду рассказывать про структуру множества равновесия Нэша, то есть мы изучим какие-то дополнительные свойства, которые мы до этого не затрагивали, равновесие Нэшу. Ну и так у нас сменился материал, и смотреть как бы одновременно два учебника не очень удобно, я немножко, на всякий случай, напомню нотацию, потому что она может измениться из-за того, что новый материал. Ну, собственно, стандартные, все стандартные определения у нас здесь есть, то есть игра в нормальный, то есть основной предмет интерес это некооперативные конечные игры в нормальной форме, то есть мы возвращаемся практически в первый половинок нашего семинара. Значит, тут у нас есть наши игры, пространство чистых стратегий, ну, это просто, чтобы не запутаться, это быстренько пролистаем, вектор смешанной стратегии, симплекс смешанной стратегии, профиль, функция выигрыша, нашего соответственного и лучшего чистого ответа, лучшего смешанного ответа, ну и, собственно, сами равновесия нэша. Теперь, собственно, перейдем к тому, о чем мы будем говорить. Ну, если мы лучше изучаем свойства равновесия нэша, то самое, конечно, первое, это то, что для любой конечной игры множество равновесия нэша не пусто. То есть это теорема нэша, которая была у нас в середине семинара, по ней возвращаться не будем, просто вспомню, что она у нас была. Теперь, собственно, более интересный момент, потому что мы знаем, что это множество не пусто, мы хотели бы иметь некоторое представление о том, как это может быть множество устроено. Ну, например, хотя бы вот в чисто топологических терминах. И оказывается, это множество имеет довольно специальный вид. Множество равновесия нэша является дезюктивным объединением конечного числа замкнутых связанных множеств. Члены этого дезюктивного объединения называются компонентами равновесия нэша. Еще раз, конечное число замкнутых связанных множеств. Как мы можем прийти к этому результату? Ну, для начала давайте вспомним, давайте посмотрим на вот это представление равновесия нэша. Слегко можно проверить, можно посмотреть, как упражнение, на самом деле, потому что тут материала немного, какое-то упражнение тогда надо дать, в том, что на самом деле это множество тех профилей смешанных стратегий, для которых выполняется все эти условия. Да? А теперь вспомним один интересный факт. Давайте посмотрим на вот это вот на вот это вот выражение. Как можно думать о смешанном профиле стратегии? Стратегии вот в нашей игре. Мы знаем, что это как бы вектор из распределений, но на самом деле про него можно думать как про обычный вектор в пространстве размерности m, где m где-то в начале это было, сейчас давайте вернемся. ну да, то есть вот можно предпреставить как вектор в пространстве m, где m это m1, то есть сумма по размерности чистых стратегий всех игроков, которые участвуют в игре. И на самом деле легко увидеть, если внимательно пригладиться опять же в эту формулу, что это всего лишь нам всего задает полином от m переменных. Ну, просто потому что тут у нас мы берем и для каждого профиля стратегию, умножаем его на выигрыш от этой числой стратегии плюс на вероятность. То есть это самый настоящий полином от m переменных. Мало того, мало того, всего таких в определении этого множества в таком виде записано множество наших всего самих самих таких полиномов тоже m. это не важно, просто чтобы у нас есть количество наших игроков. Итак, что же нам здесь понадобится? То есть как мы можем прийти к этому результату. К сожалению, автор книги со сварки, что теперь воспользуемся классическим результатом из вещественной геометрии и все получится. Даже не указав название этого результата, но тем не менее я все-таки нашел, что мы можем использовать для этого. Для этого нам потребуется по сути теория полугеортических множеств. Определение. Подможество А в н-мерном вещественном пространстве называется полугеортическим, если оно удовлетворяет булевой комбинации полиномиальных уравнений неравенств с... Какой-то звук произошел у меня. Все в порядке? Да, все в порядке. Все в порядке. Прекрасно. Подможество значит, подможество полугеортическим, если оно удовлетворяет булевой комбинации полугеортических и неравенств с вещественными коэффициентами. То есть, булевой комбинации значит, пересечение, объединение от этих множеств во всех возможных комбинациях. Ну, обратим внимание, что вот это условие это в точности пересечение вот таких вот уравнений. То есть, это у нас значит, M уравнений равенства полинома, то есть, нули этого полинома и неравенства, то есть, больше нуля. Поэтому наше множество равновесий Нэша, это в точности является просто полугеортическим. Хорошо. Теперь, что мы знаем про полугеортический разум? Прекрасно. так порадуюсь, надо порадовать. Там половина факультета геометра, я думаю, будут очень довольны, что в лечении стандартной геометрии считается, что это классический результат. я не алгебрический геометр, я не знаю, насколько он классический или не классический, но все люди решили классический. А у нас будет, кстати говоря, не только здесь, я знаю другие применения вот эта теорема. Ну, хорошо, что вы нашли, видите, он же не классический. И вот теперь теорема. Я не знаю, честно говоря, как ее лучше перевести на русский, я, по сути, сделал дословный перевод с английского, потому что ничего похожего на русском не нашел. теорему о циентрическом гибрическом разложении. Она утверждает, ну, на самом деле, это следствие из нее, но возьмем ее пока так, что всякое полугибрическое множество А в вещественном пространстве размерности Н является дезюльтинным объединением конечного числа множеств С1, СП. Причем, каждая ЦИТ гомеоморфна, там, на самом деле, более сильная в слове, даже, чем гомеоморф, но нам хватит гомеоморфности, гомеоморфна некоторому открытому гиперкубу от нуля до единицы в степени ДИ, где ДИ это все, ну, может принимать кубы совершенно разных размеров, то есть, на самом деле, могут быть кубы в любом пространстве, и точек. 0,1 в степени 0, точка вполне себе тоже как корректный гиперкуб размерности 0. Ну, собственно, доказательства этой теоремы, как и другую информацию вообще по логерических множествах, кому-то будет интересной, можно вот найти вот в этой работе, которую я привел здесь, и ссылочка тоже, это, в принципе, учебная работа. На доказательство этого утверждения у автора уходит примерно 40 страниц, может быть, кто-то осилит в качестве развлечения. Ну, и, собственно, я бы хотел оставить доведение этого доказательства именно о нашей структуре множества равновесий Нэша как упражнение. То есть вывести из этой теоремы о цилиндрическом логерическом развлечении остаток теоремы представления множества равновесий Нэша потому что здесь осталось сказать, по сути, одно предложение. Потому что здесь у нас открытые, представляются какие-то открытые гиперкубы, где-то непонятно, но мы еще кое-что знаем про наше многообразие. И вот осталось просто что-то добавить, и все получится. Хорошо. Собственно, на самом деле это была самая интересная часть, потому что, ну, может быть, авторы книги считали, что еще часть интересная про непосредственно равновесие Нэша, но мы его уже разобрали, поэтому мы быстро прошли. А, ну, что мы еще можем сказать про компоненты равновесия Нэша? Ну, давайте рассмотрим пример, если у нас есть строгое равновесие Нэша, то есть оно единственное, является лучшим ответом для себя, ну, такое равновесие вполне себе является компонентом синглдон. оно само по себе это прекрасное замкнутое связанное множество. Ну, также нам известно, что многие игры не имеют строгих равновесий, например, можно посмотреть какую-нибудь игру в развернутой форме, где как бы множество равновесий не достигает всех информационных множеств, то есть какие-то множества выпадают, тогда там получается нехорошая ситуация, что у нас как бы не может быть ну, вот рядом с этим выпавшим множеством, мы можем делать какие-то любые локальные сдвиги, и это никак не повлияет, поэтому любое равновесие Нэша, его можно подвинуть, и у нас все равно останется равновесие Нэша. Ну, здесь это не столько важно, здесь важно, что даже в таких плохих случаях, это казалось бы, у нас нету совсем тривиальных, совсем тривиальных множеств типа синглитонов, мы все равно можем часто сказать что-то очень хорошее про эти компоненты, утверждается, что в большом количестве случаев для, например, игр в озернутой форме, там есть некоторые ограничения на выигрыш, но это не так важно, но это довольно естественное ограничение, любая функция выигрыша игрока, она просто является константой на всех компонентах, то есть получается такая кусочно-константная функция на замкнутых связанных множествах, что, то есть подробнее об этом, собственно, сам автор ссылается, можно прочитать вот в этой работе ссылкой в библиографии книги. Ну хорошо, собственно, мы разобрались, что оно не пусто, мы разобрались, как оно распадается в топологическое дезинктивное объединение, теперь осталось то, что интересно, что требуется от множества снэши по капк, по не мере, еще людям, которые занимаются эволюционной теорией игр, это инвариантность множества равновесия нэши, то есть инвариантность под, ну, собственно, у нас есть, например, множество равновесий нэша в какой-то сложной игре, и вот мы хотим как-то поправить правила игры, то есть поискить преобразование игры, чтобы считать стало легче, считать стало легче, а тем не менее ничего относительно равновесия нэша не изменилось, да, то есть как бы равновесие нэша осталось под действием тех преобразований игры неизменно. Ну вот самое первое, что можно сделать, вот давайте у нас есть две игры, ну, в данном случае в чистой форме, но понятное дело, что можем обобщить смешанные стратегии, вот давайте у нас функция выигрышей пэштрих, она получается вот таким вот афинным преобразованием, да, то есть мы просто ну да, просто предъявили финное призвание, здесь особо не все, но тоже можно оставить его упражнение, ну, это в принципе на самом деле очень очевиден результат, что если мы просто распишем все соотношения доминирования, да, то есть если у нас стратегия доминировалась при соответственном п-и-тем, то она будет подновиться при пэштрих и там и соотношение наилучшего ответа тоже сохранится, ну, просто проверяется непосредственно. А если у нас сохраняется отношение и доминирования, и соотношение наилучшего ответа, то, конечно, сохраняется и все множество равновесий нэша. То есть вот первое, что мы можем сделать, это афинно преобразовать правила игры для игроков. Также нам интересен, ну, не нам, людям, которым занимается профессиональная версия теории игр, им интересен другой, еще один вариант, то есть второй. Вот пусть у нас есть игрок, и пусть мы зафиксируем какое-то число VIT для этого игрока вещественно. И вот рассмотрим такое преобразование правил игры. P'IT от S равно P'IT от S плюс VIT. Если S минус IT равно... Да, у меня тут нехорошее обозначение. Ну, что я хотел сказать. Мы можем зафиксировать какой-то профиль стратегии для всех остальных игроков. То есть пусть у нас есть вектор профиля стратегии. В данном случае в чистой форме, но неважно, может быть, в смешанной форме. И вот считаем, что компонент этого вектора выше и этого и ниже, и этого не зафиксирован. И вот у нас этот вектор меняется по этой компоненте. Мы к нему просто везде прибавляем какое-то число. Просто компоненте при фиксированном поведенственных игроков что-то прибавили. Ну вот и утверждается, что это тоже хорошее преобразование, которое тоже не изменит множество равновесий нэш. Оно останется на месте, придет в себя. Ну действительно, если у нас у игр и штрих это соответствующее, ассоциированное с п штрихой, это функция выигрыша для смешанной стратегии уже игрока и, то очевидно выполняется вторая страсть. Ну потому что для любой стратегии мы либо для уитой в итом положении прибавили число, но мы тут же его вычли. Либо у нас была фиксация для другого профиля, вообще для другого. И наша функция у штриха для профиля у минус ит, она вообще не поменялась. То есть это автологическое утверждение. Но следовательно, если у нас не меняется разность, у нас не меняется и отношение доминирования, ни слабого, ни сильного, ни строгого, ни опять же соответственно и лучше в ответ. Ну и опять же получаем, что у нас само общество равновесия Нэша тоже не поменялось, осталось на месте, ничего с ним не случилось. Ну и собственно хорошо, почему именно эти два преобразования. Дело в том, что насколько я мог понять, очень важную роль в эволюционной теории игр играют именно игры для двух игроков. И мы знаем, что игры для двух игроков, их удобно записывать вот такой вот парой матриц выигрышей. То есть А и Б. И в каком-то смысле вот эти два преобразования игр, они на самом деле задают какие-то преобразования матриц, это не элементарные преобразования матриц, но что-то очень издали напоминающее их, а именно. Давайте посмотрим, что происходит. Вот если первый игрок хочет преобразовать игру, используя первый тип преобразования, что произойдет с его матрицей А? Ну, потому что если он меняет свои, он меняет свои выигрыши, то, конечно, поменяется только матрица А. Ну, мы просто заменим эту матрицу на А штрих, чей коэффициент имеет следующий вид. То есть, так как игроков всего два, и мы применяем первую, то коэффициент Итой у нас это вот один, то есть лямбда Итой и мю... Лямбда Итой это лямбда один, мю Итой это мю один. То есть мы просто произвели афинное преобразование с каждым элементом этой матрицы. Ну, соответственно, если игрок Бэббу пытается то же самое сделать уже со своими выигрышами, то есть он произведет преобразование для своих выигрышей для игры, ну, его просто матрица Б, Б-штрих, появится вместо Б, абсолютно тем же правилом. Игрок... Теперь пусть... Мы хотим посмотреть, что происходит, если игроки делают преобразование преобразование второго типа, да, второго типа. Ну, мы вспомним, что обычно, когда мы записываем игру в виде матриц, в виде пары матриц А и Б, то у нас как бы первый игрок играет со строками, то есть его стратегия это соответствует строкам. И вот если мы вернемся к преобразованию второго типа, а именно при каким-то фиксированном поведении второго игрока мы прибавим какое-то число, то что это означает в терминах просто элементов этой матрицы? Это значит, что при каком-то фиксированном К-штриху, то есть мы выбрали конкретный столбец, который соответствует какой-то конкретной стратегии второго игрока. А, потому что он один, дорогие стратегии у нас нет, профиль стоит только из двух. Мы прибавляем В1. С другой стороны, если у нас элемент стоит не в столбце с номером К-звездочка, то мы просто ничего не прибавляем. То есть мы просто выбрали, грубо говоря, столбец матрица и прибавили ко всем элементам столбца число В1. На матрице Б второго игрока происходит то же самое, но матрица Б – это матрица, то есть игрок второй, он играет на, соответственно, уже столбцах, то есть его стратегии соответствуют столбцы. Поэтому преобразование будет происходить со строками. То есть все то же самое, только мы зафиксируем в данном случае Б-Аш со звездочкой и там прибавим В2. Или не прибавим, если Аш не со звездочкой. Ну и, собственно, она там еще останется непосредственно применить просто это самое преобразование все целиком. Там будет дана игра с не очень хорошей матрицей. Вот надо будет увидеть два очень простых преобразования, привести матрицу к, ну, одну матрицу к диагональному виду, другую к похожему виду тоже. И все вычисления про равновесие НЭШа произойдут само собой. Ну, мы воспользуемся просто тем, что эти преобразования, они инвариантны для множества НЭШ. Ну вот, собственно, и все. На этом... Прекрасно. Сергей, у меня, значит, предложение. Во-первых, давайте мы сразу вам дадим 10 баллов. То есть у вас не 40%, а 50%. То есть у вас уже половина экзамена есть. Но взамен вы должны сделать следующую вещь. Во-первых, значит... Знаете что, я не знаю, там надо кому-нибудь обратиться. У вас, кстати говоря, появляется повод кому-нибудь обратиться. Там у вас половина алгебраических геометров. Все это, конечно, теорему знают про полу... Как полуалгебраические множества, да? Вот, это такие известные. Значит, обратитесь и сошлитесь на нас, на преподавателей. Что у вас есть такая проблема. Вот вы нашли в учебнике эту теорему. Так, у вас нет ссылки. И я уверен, что где-нибудь там, где-то в дебрях, где-то есть на русском языке. Ну, по крайней мере, вы можете... Ну, это тоже не дело, когда вы даетесь на английском языке на сайт. Ну, студенты не могут читать эти статьи. Поэтому поговорите с ним. Это полезно у всех стало. Во-первых, они узнают, что используется в теории игр. Какая-то алгебраическая геометрия. А с другой стороны, значит, вы получите информацию и вот эти вот соответствующие там ссылки. И, может быть, текст избавить. Это вот... Я не знаю, кому. Кому там... Ну, спросите. Консультация получилась на алгебраческой геометрии. Там есть какие-то ребята, которые молодые, я не знаю. Ну, я хорошо спрошу там. Это небольшая проблема, потому что сейчас, в данный момент, Выска является главным центром по алгебраческой геометрии. Там лаборатория, соответственно, вы знаете, да? Может быть, есть что-то на русском языке, и, может быть, это что-то будет короче. Я уверен, что есть. Стройница, вот, которую вы говорите. Я уверен, что есть. Работа какого года вообще, кстати, вот эта вот? 2002. 2002. Ну, вполне возможно, что было уже сделано там и покороче, и как-нибудь пойхать. Ну, там это просто учебная вещь, там начинаются как бы для людей так... Ну, потому что явно был как учебник для... Это же учебник, да? Это же учебник, да? Это же учебник, да? Да, но это как бы introduction в геометрию по алгебрических множеств. То есть там начинается... Это не только светский учебник, да? Правильно, это же не для студентов, это другое что-то. Откуда это называется? Ну, давайте посмотрим, как он сейчас позиционирует. У меня открыт он пока как раз. Это не то, что мы советовали, да? Откуда этот текст взялся? Это вы сами его разыскали? Да, я через stack exchange нашел ссылку. А, тогда ладно. Значит, тогда смотрите. А второе... Вот. Вот как раз поскольку вы даже можете получить двойку, там, грубо говоря, пять получить. Вот из этого самого. Знаете, что сделать? Вот на самом деле надо... Поскольку вы представьте себе, вы должны сделать так, чтобы студентом зашел, и он вообще никуда не ходил больше, он понимал. Вот посмотрите, последнее. Разбейте все это дело на какие-то секции, да? На такие вот... На такие параграфы по-русски. Разбейте, например, последнее. Смотрите, страница. Вот покажите последний слайд. И это да. У вас... Там даже заголовка нет. Это... Нет, у нас есть. У меня все разбито. А. Это три логических раздела. То есть это... Да. Теорема Нэша... Значит, разбейте его на два. Вот. Вторая... Там просто речь идет о двух игроках. Правильно? Сделайте какую-то формулировку. Теорема, утверждение. Ну, что-то такое. Потому что у вас идет в вашем тексте. Читать это невозможно. Вот. Тяжело. Я даже... Я имею в виду, даже когда человек читает, и я про презентацию вообще не говорю. Вот сделайте это вот так, чтобы это было четкая... Четкая теорема и как бы утверждение какое-то и его доказательства. И так сделайте все. Пройдитесь по всему. Ну, там... Это, на самом деле, это занимает обычно много времени. То есть, это так за полчаса не обойдется. Это всего пять займет у вас. Ну, аккуратно пройдите. Ну, ваш же текст. Потом будете с этой самой гастрольной выступать. Рассказывать на разных семинарах, например. Почему бы и нет? Почему бы и нет? И там, тем более, если вы будете... Это имеет отношение к алгебраической геометрии. Думаю, у вас, ну, ура, там, примут. Ну, это уже... Это, конечно, это больше, чем проект в классе. Поэтому мы даем вам 10. Лишних 10 процентов. То есть, это вместо... Вот, это так, что у вас уже... У вас есть достаточно большое... Большой процент от конечной оценки. У вас уже половина есть. Ну, еще раз. Я просто сейчас не очень... Это мне сейчас надо успеть все это сделать до какого? Ну, смотрите, значит, успеть сделать вот как. Смотрите, значит, но в понедельник, до понедельника никто, конечно, готовиться не будет. Экзамен. Экзамен приходит 21 числа. То есть, у вас заведомо и есть вот эти три дня. Но если вы выложите, скажем, во вторник, никто вас не осудит. Правильно? Ну, где-то есть срок все-таки. Ну, неделю все-таки лучше бы... Ну, хотя, я не знаю. Я бы так бы не взялся. А то будет у вас пустое. Почему, может быть, вы знаете, что можете сделать? Вы этот текст можете и оставить, а дополнительно просто вот отдельный как бы комментарий к задаче. Ну, я хотел, да. Я хотел просто как бы... Как бы комментарий к задаче. Потому что я не знаю, какие вы знаете, что можете брать. Смотрите, тут проблема в том, что как бы какие есть утверждения вообще во всем тексте. Вот есть, собственно, теорема Нэш, которую мы уже разбирали. Есть вот это вот, которое, кстати, тоже в тексте не приводится, от которой я сам как-то... Да, 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 да. Компоненты, на компоненты, как это представить. А дальше вот идет просто вот то, что... Там просто реально... Вы можете, так говоря, сделать какую-нибудь задачку прямо вот на эту самую, на эту теорему. Почему бы и нет, если там... Для понимания. Там оно ключевое. Я понимаю, там дальше это будет. У тех людей, которые потом... Это понадобится... Не знаю, Глеб. Ваша проблема... И даже для меня это была бы некоторая проблема составить задачу. Вы взяли за этот проект, значит, давайте теперь уже расклюбывайтесь. Так сделайте. Олег Розанович, я, наверное, вывешу по-любому вот этот доклад прямо сейчас на русском, потому что он будет полезен еще действительно следующим людям. Потому что то, что Глеб, так сказать, накопал полезные отсылки, я думаю, что это очень пригодится и следующим докладчикам, чтобы немножко быстрее понимать, что там происходит. Вот. Поэтому я, наверное, вывешу это сейчас. А потом вот в дополнении можно будет еще там задачам какой-то дополнительный текст. Да, 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 да. Вот. Потому что, конечно, у вас... Вот у вас, ну, грубо говоря, пять дней есть. Хватит вам пять дней? Ну, пять дней даже, наверное, хватит. Да. Значит, обязательно прямо сегодня свяжитесь, попросите какой-то помощи по поводу... И, значит, вот мой вам совет, смотрите, вот вы сейчас проделали работу, да, ну, сколько-то вы над этим потратили много времени, разобрались. Приготовьте себе доклад. Это в некотором смысле такую вот, ну, научная работа. Потому что, да, у вас там собственных результатов нет. Уже, но если вы так немножко подумаете, там результаты появятся. И предложите себя сделать доклад. Есть ли у вас какие-то студенческие семинары? Ну, на те же алгебраческим геометрам расскажите. Вот есть теория теории игры, а вот есть интересное, что используют такой результат по апологебратическим множеству. Прекрасно. У нас это только все только поддерживают. И вы увидите, какой будет эффект. И вам будет хорошо, и им будет хорошо. Ну, ладно, хорошо. То есть, еще раз, еще раз, что мне надо сделать? Попытаться найти на русском языке... Да, во-первых, попытаться найти... Это там, наверное, лучше формироваться. Там видно, действительно видно, что вначале, что у вас это самое, потому что там просто идет прямой перевод. У них, может быть, есть какой-то свой язык. Это же надо этим работать. Это известный результат. Я вам о том точно говорю. Вот. Они используются в других местах. И это такое... Ну, вам нужен специалист, и чтобы вам специалисты сказали, где искать, как искать, как формулировать. То есть вам... Нет, ну, а поправить, поправить то, что? Просто перевод и лучше... Нет, просто это текст, когда... Вот я имею в виду алгебро-геметрическую, да? Алгебро-геметрическую. Ну, поправите, когда там терминологи поправятся. И, значит, смотрите, вот у вас очень плотный текст. Для доклада все-таки так не пишут. Это для статьи так можно. Ну, по крайней мере, должно быть половину этого. Постарайтесь зажбить. У вас и так больше 16 слайдов, да? Ну, будет 30 слайдов. Там впереди просто напоминание нотации идет большое количество. Ну, да, но это тоже. Если вы будете... Ну, хорошо, то есть. Вы будете... Сами себе предлагать. Вот, Глеб, мой совет вам. Вы сами себе предлагать. Вы сейчас на каком курсе? На четвертом. Ну, вот пора вам, да. Сами себе предлагать. Вот будете разговорить, скажите, я бы сделал доклад. На эту тему. Я просто, я в основном по логике математической, не по гибрической геометрии, поэтому... Ну, никогда себя не ограничивайте. А кто у вас руководитель? У вас уже есть? Беклемишев, Леонид Митриевич. Ага, да, да. Да, есть так. Нет, ну... Это не так... Все близко, на самом деле. Хотя Арнольд говорил, он сказал, что есть три математики. То есть математика, есть логика и теория вероятности. Вот это три науки, которые как бы могут не пересекаться. Можно жить в одной из этих наук, например, в логике, да, и вообще не вырубаться, понятия не иметь. Теоретически так можно... Я не очень верю Арнольду, потому что он сам плохо знает эту науку, знал эту науку. Не очень верю про теоретику. Как можно заниматься вероятностью и не знать математики? Ну, математикой можно быть и не знать, что вероятность. Так что... А логика это действительно сама там нужна. Ну, в общем, попробуйте что-то из этого красиво сделать. Просто жалко, чтобы труп не пропадал. Хорошо, да. А потом выведите, подвиняйтесь. А что такое? Это же, мне кажется, такая, вполне благородная. И люди зацепили... Я удивлен. Я первый раз такое слышал, что оказывается, какая-то алгебра к геометрии, оказывается, применяется и все веком. Там, судя по всему, все применяется подряд. У нас так и не прозвучало, да, Сергей? Так и не будет никакой вероятности. Там же такое же большое направление. По дороге были только немножко байсовских моделей. Там, я помню, были у кого-то доклады, связанные с вероятностями и этими самыми системами ВЕР, кажется, это называлось. Да, да, да. Что-то такое было, парабайсовские игры. А вот. Ну, там большое, довольно большое, это самое, это большое направление. Этономические системы, я тоже с удивлением вонюбился там тоже. В общем, это такая большая область, но это не для этого семинара, конечно. Не, ну, у нас и так, у нас получилось сколько-то, почти 40 докладов, так что не так очевидно было на такое количество семинаров. Да, уж никак. Хорошо. Да, слушайте, и от всех докладчиков, вот опять же, жду, значит, презентации и задачи, как и было сказано. Презентации я помещу на его сайт, постараюсь как можно быстрее это сделать. Вот, ну, а задачи будут использованы как электросампетры. Ну, вот два последних, два последних, конечно, там, они, то есть они, как бы, у них нет первоисточников. Ну, то есть есть первоисточник, но они нечитабельные. Вот. Поэтому им, конечно, предстоит такая поработать. Ну, ждем тогда, Глеб, ну, вы тогда держите нас в курсе, ладно, там, по поводу ваших продвижений. И прямо сегодня напишите кому-нибудь, скажите, вот у меня такая, есть такой вопрос по поводу, там, моего проекта. Вот я бы хотел бы получить консультацию, вот такой, такой, ну, просто четко сформулировать. Я думаю, что, может быть, Владлен поможет, да, он-то, тем более он все знает, он в курсе. Он сам не алгебрический геометр, но он где-то близко к этому. Ну, хорошо, да. Хорошо. Да, я сейчас придумаю у кого-то спросить. Ладно, спасибо. Ну, отлично, все. Тогда спасибо всем. И на понедельник у нас еще четверо остается, получается. Ну, давайте. Да, если может, еще Ксения присоединится. А, окей, хорошо. Ну, да, с ума сойдем там. Ну, уже таких длинных докладов, может, и не будет. А для какого надо задачи сейчас? Я просто первый вариант прямо сейчас отправлю, ну, презентацию. А задачи просто, если я... Я просто какие хотел задачи добавить? Подумайте, подумайте про то, чтобы это было... Вот, короче, в любом случае вам нужен отдельный текст, чтобы люди не читали вашу всю презентацию, а вот только бы посмотрели введение, подведение к задаче. Хорошо, да. Да. Это цель. Обходимый комментарий, пора определить. Мне бы хотелось, хотя бы для нас, вот, если мы будем еще когда-то продолжать этот курс, мне бы хотелось, чтобы все-таки вы довели этот свой проект до такого ума. Это уже будет экстра, я понимаю. Мы вам авансом даем экстра. Был трехи текст, он у нас лежал, да, и мы будем... Вы можете авторство ставить. Это ваша лекция, то есть это ваш доклад. Ну, пусть стоит, пусть будет. Красивый, просто он красивый, интересный. Ну, вот. Ладно, ладно. Значит, до понедельника в обычное время, правильно понимаю? Да. Все, счастливо. Ладно, все, спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok